Фундаменталистка в эфире, 100%. Вот сегодня сейчас вот одна девушка написала мне, я бы увижу тебя в Ростове, плюну тебя в лицо. Я ей пишу, давай, записывай адрес, подъезжай к дому, я сейчас спущусь, и ты сделаешь всё, что ты захочешь. Я говорю, ты даже окажешься просто в моём поле, я говорю, и ты незапланированно сдашь анализы и пойдёшь их отнесёшь в первую клинику. Ну, человек, конечно, сдал заднюю. И, в принципе, вы все плюс-минус, кто пишете мне вот эти враждебные комментарии, вы же понимаете, что вы просто буквы, вы же понимаете, что вы никто, вы же понимаете, что в реальной жизни вас просто нет. Когда Павел даст пояснение по поводу развода, когда даст, вы узнаете об этом. А если Паша так хочет забрать Алису, вы, считайте, сможете её воспитывать. Я не собираюсь задавать комментарии на тупые, знаете, как основанные на лжи некой женщины. То, что хочет Паша, и что он сделает, вы узнаете попозже. А что ей теперь из дома не выходить? Надя, ты любишь Пашу? Я очень люблю Пашу. Он же тебя бросит и полезет обратно к Алане, но она его пошлёт на... Это она такую информацию вам диктует? Мне кажется, её и бомбит. Знаете, по какому поводу, если так подытожить, что ей казалось, что человек будет всегда её там возвращать. А он просто сказал, давай разведёмся, и всё. Мне кажется, в этом вся суть Аланинова, бешенство. А потом ещё... Извините, теряя мысль. Когда она выпустила на YouTube, я уже сказала, пока не знаю. Кто бы что ни говорил, моральный сильный человек. Дюша, красавица, зачем оправдываешься? Ну, в смысле оправдываешься? Я должна выйти в эфир и молчать? Я же отвечаю на ваши вопросы. В чём смысл? Я удивляюсь. Молчишь, боишься, говоришь что-то, оправдываешься. Вы уж разберитесь тогда, как вам там. Как поддерживаете? Как поддерживаете? Болел? Что? Да все расходятся, уходят от жёна. Большими детьми все святые прям. Ты классная. Какие процедуры делает лица? Очень давно ничего не делала с лицом. Просто нет на это времени. Насчёт выпуска я сказала. Одни и те же вопросы. Нанюханная в клам. Накрашенная. Я за вас. Как сын, не стыдно за такую мать. Мой сын гордится своей матерью. А что ему должно быть стыдно? Я не могу понять. Расскажите про суд. Я уже всё сказала по поводу суда. Не думайте делать ароматы ещё пользу сважим. Интересно было бы ещё вдруг создадить какой-то крутой. Нет, у меня будет только один аромат. Я не обращаю внимания вообще ни на кого. Когда интервью с мамой, я ему узнаю, как только будет. Почему у вас разные ноздри? Ну вот такая у меня генетическая особенность. Вообще все люди асимметричны. Я вам такую информацию предоставлю, если вы не в курсе. За какой срок планируете всё бабло высадить с мамой? У меня нет никаких корыстных целей касательно Павла. Зачем Алана создала левую страницу, права спишет? Ну потому что она жалкая. Её просто жалкая. Это человек, который вызывает только жалость и сочувствие на самом деле. То есть я не думала, что она настолько слабая и трусливая. Почему в выпусках вы всё время перебиваете своих гостей? Ну такая у меня особенность. Она правда некрасивая, я понимаю, но так работает мой мозг. Ислам же тоже женат, расскажи правду. Вообще не понимаю, о чём речь. Так, так, много вопросов какие-то все. Ты крутая, круто отвечаешь каждому здесь. Если честно, я говорю, каждому, конечно, не получается. Как вы справляетесь со стрессом? У меня давно не было стресса, поэтому я не помню, как я с ним не справляюсь. Почему Павлик прячется в твою спину? Вы знаете, Павлик может производить впечатление какого-то такого мужчины несмелого. Но Павел сильный, смелый мужчина. Просто он не сидит в соцсетях, поэтому я не знаю, за какую спину он прячется. Мы друг друга поддерживаем, но Павел сам за себя всё скажет. Зачем вешаетесь в аэропорту на Апашу? Это вообще интересная тема. Да я везде на него вешаюсь. Я, конечно, женщина, которая вешается на мужчин всегда. Если вы будете вот этот бред, который вам пишут, я так понимаю, человек сам все вопросы клепает и сам на них отвечает. Если вы будете мне эту бредятину приносить как за истину в последней инстанции, то я вас буду просто игнорировать. Очень красивые брови. Господи, вы что такие, так, вы, Надя, делали ли вы намаз пять раз в день? Нет, я не делаю намаз сейчас. Нет, я не делаю намазанье. Нет, я не делаю намаз чтения.